Этой истории не было бы, если бы 50 лет назад моя бабушка, которая сейчас живет на Урале, не приехала в гости к близким родственникам в Крым. Она была на тот момент 14-летней девчонкой, которая вместе с отцом приехала в гости в маленькое село Карапоткино Раздольнинского района. Наша родня переехала в Крым с Урала в начале 60-х годов. Они обосновались в маленьком селе Степного Крыма, так всю жизнь и прожили тут. У бабушки всегда была мечта вновь оказаться в этом селе, но из-за сложившейся обстановки она не смогла приехать к нам в этом году. Так случилось, что нам предоставилась возможность оказаться на западной оконечности Крыма, и мы не могли не воспользоваться случаем и заехать в гости в Карапоткино. Наша поездка сегодняшняя – это авантюра, полная авантюра. Посмотрим, будет ли там вообще этот родственник. Вот. Ну, я надеюсь, что нормально, конечно, примет мама тоже на это, да, надеешься? Надеюсь. Вот. Не знаю. Но он же как бы в курсе, поэтому, я думаю, нормально все должно быть, по идее. По логике вещей нормально должно быть все. Дом был 50 лет назад, поэтому, может быть, от него что-нибудь осталось. Не знаю. Вот, кстати, они делают лепешки-то где, вот они заделываются где-нибудь, что в этой штучке. Там где-то. Я-то думала, там хоть можно присесть. Лепешки. Лепешки. Но доверия у нас в таких местах нет, поэтому… Вот, честно говоря, ну почему никогда в таких местах? Ну, нет, потому что мы боимся, мало ли что. Там все будет испорчено. Бабушка писала письма в Кропоткино по тому самому адресу, где когда-то был их дом. Она, даже спустя 50 лет, наизусть помнила полный адрес того места. Оказалось, что там сейчас из родни остался лишь один мужчина, уже пожилой. Он вышел на связь, написал ответное письмо, и бабушка благополучно его получила. Бабушка не раз нам рассказывала о том, что, приехав туда белокожей уральской девчонкой, она там сгорела на жарком солнце. Да так сильно, что на всю оставшуюся жизнь она осталась с веснушками по всему телу. Вся наша поездка была полной авантюрой. Почему, спросите вы? А потому что мы не предупреждали родственника о том, что приедем в этот день. Единственный способ связи, который был налажен между бабушкой и им, это была почта. До Кропоткина мы ехали через центр Раздольнского района, поселок Раздольное. Это местная автостанция, я узнала по картам, смотрела. Точно. Вот сюда, мама, мы приехали на автобусе с тобой. А потом уже забирались бы до Кропоткина. Раздольное достаточно большое. Там проживает больше, чем 7 тысяч человек. Мы никогда здесь не были, поэтому с большим интересом рассматривали пейзажи, которые один за одним пролетали за стеклом автомобиля. Субтитры сделал DimaTorzok Само село Кропоткина очень маленькое, и туда едва ли попадают чужие люди. Оно, кстати, находится всего лишь в 5 километрах от берега Черного моря. Это северо-запад Крыма. Места очень дикие по меркам южного берега. Конечно, там есть свои курортные поселки, но они настолько скромные и пользуются лишь спросом у отдыхающих, скорее как исключение из правил. Так, возможно, какой-то из этих домов улица Раздольненская. Вот нам она и нужна. А тут, наверное, не будет написано. Будет? Да, может, не будет. Нет, а вот на картах не было написано. Мам, ну что, готова? Ой, я что-то как-то не могу, я растерялась. Ну, готовься, сейчас найдем дом. Добрались мы до Раздольного, сейчас будем искать нам нужный дом. Ну что? Я не знаю, как-то не по себе даже. Ну иди, смотри. Даже номерация, тут нет даже номера дома. Там же нет даже номера. Ну пойдем посмотрим, может быть, будет где-то. Может быть, тот посмотреть, может быть, там будет. Нам в любом случае надо будет узнавать. А на деле, наверное, что с левой стороны мамы нет. Ну, слева это вот эта сторона и привъезд. Может быть, тот первый домик, а это вот... А может быть, вот тот. Мне вот почему-то кажется, что может быть вот этот. Ну, номера, даже нет домик, да? Ну, нету, да. Или это первый? Вот это, скорее всего, первый. Какой? Это первый? Мне кажется, это первый. Не знаю. Мне кажется, все-таки вот этот. Ну, какие твои впечатления? Ну, что, во-первых, нумерации нет и не знаешь даже, куда идти. Куда идти? Мне кажется, надо туда посмотреть, потому что это, скорее всего, первое. А тут, думаешь, это, ну, возможно, похоже на этот. Давай посмотрим. А дом какой-то? Первый. А нам нужно прийти. Сашка? Да. А кто вы? Родственники. А где он? Да, ты что? Да. Это с Донецка? Нет. Нет, не с Донецка. С Урала. С Урала? Да. Какой дом у него? Это следующий дом? Ну, пошлите. Никогда не приезжали? Ну, вот решили приехать. Да. А бабушки уже нету, брата нету. В общем, все-таки правильно, это третий дом. Сейчас посмотрим. Моя родная, я думала, заняться сейчас? Нет. Там-то... Нет. Ты думала, заняться? Уже там вы живете? Но. Там. Сыновья, москви. Я говорю, невеста, поючу, мне горжусь. Заняться вы. Ну, давайте, посмотри. Ну, пойдемте. Мне только такой колючий. Вот. Вот здесь были или первый раз? Первый раз мы. Ты тут записываешь? Это для бабушки на память. Ты тут записываешь? Да, для бабушки. Она 50 лет назад здесь была, представляете? Я тут меня не фотографирую. 50 лет назад здесь была она. Саша! Сашка! 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 Здравствуйте! Здравствуйте! Выходи! Твои родственники появились. Здравствуйте! Здравствуйте! Кто такие? У нас? Ну, это, наверное... Это... Сурала? Да! Да. Наташа дочка. Она написала, да? Ага. Она писала давно когда-то. Ну, давай. Выходи. А, ну, заходи. Мы в центре поселка. Здесь у нас два магазина. Сейчас зайдем посмотрим. Музончик. Здесь даже какой-то бар. Вот это магазинчик. Так. Сейчас пока покупаем всякое-всякое, чтобы покушать обязательно, потому что дорога была длинная, что к чаю. Посидим, пообщаемся. Напротив этого магазина, где мы сейчас затарились, есть еще какое-то. Хочу посмотреть вообще, что это такое. Ну, скорее всего, еще какой-то магазин. Здесь очень пахнет Советским Союзом. Я думаю, вы уже сами все заметили и поняли. Уважаемые покупатели, просьба без масок и перчаток в магазин не заходить. Ну, в общем-то, да. Это магазин. Так вот бросают велики. Овощи, фрукты написано. В общем, бабушка, давай узнавай эти места. Вот, мы сейчас будем здесь кушать на улице, сидеть вот за этим столиком. Скажи, что ты узнала. Вот. Мы взяли покушать в магазин местный, съездили в центр поселка. Вот. И сейчас будем уже как раз-таки обедать, потому что дорога была у нас очень длинная. Хочу тебе показать. Ну, вот, собственно, двор, да. Кошек всяких бегает разных. Вот сам домик. Ворота. Вот такой вот двор. Ну, и вот домик. Скажи, изменилось ли что-нибудь за 50 лет? Соседка дала нам арбуз, поэтому сегодня еще будем арбуз есть. Это будет первый арбуз в этом сезоне, этим летом. Сегодня наш близкий родственник, Александр, живет один. Уже и родители умерли, и родной брат. А сам он никогда не был женат, у него не было семьи, поэтому он так и остался один. Наша поездка помогла наладить связь не только с Александром, но и с другими родственниками. Теперь моя бабушка и Александр созваниваются по телефону, а также, благодаря этой встрече, нам удалось найти жену брата Александра. Бабушка стала с ней переписываться письмами. Та, в свою очередь, рассказала, как им было тяжело жить на Украине, в Донецке, и что им пришлось все бросить и уехать в Россию. Таким вот образом произошла встреча с родственниками, с очень близкими родственниками, и это все однозначно было не зря. Авантюра удалась!